Спасибо большое. Уже, мои коллеги, я вначале хотел бы измениться, что несколько изменил название доклада, но, возможно, мы сможем поделиться теми проблемами, которыми мы встречаемся, и то, что нам удалось, может быть, сделать за небольшой промежуток времени. Распространенность нутритивной недостаточности среди онкологических больных весьма высока, достигает в ряде поражений до 100%. В основе патогенеза нутритивной недостаточности в онкологических пациентах лежат три компонента. Это синдром анорексии и кахексии, синдром гиперметаболизма, гиперкатаболизма и синдром кишечной недостаточности. Кроме того, пациенты онкологического профиля, которые перенесли лучевую и химиотерапию, имеют осложнение как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны иммунной системы. Данные достаточно свежие, обратите внимание, последних лет. Больные с умеренной и тяжелой нутритивной недостаточностью имеют более высокую частоту раневых осложнений после, в частности, гастроктомии. Дефицит веса является независимым фактором риска развития респираторных осложнений также после гастротомии. И гипоальбуминамия до начала лечения у больных раком пищевода ассоциируется с высоким риском различных послеоперационных осложнений. Показания к нутритивной поддержке во время подготовки к операции только что сейчас в своем докладе отразил профессор Луфт Валерий Матвеевич. Позвольте не останавливаться на этом слайде. В практической деятельности врача-анестезиолога отделения, которое я представляю, это НИИ-онкология имени Петрова, мы ориентируемся на следующий скрининг. Достаточно простой, достаточно ответить положительно на один из представленных четырех вопросов, мы можем уже непосредственно провести более углубленный скрининг, который нам покажет оценку степени нутритивной недостаточности, которая, как видно здесь на слайде, делится на три степени – лёгкая, средняя и тяжёлая, в основе которой лежат изменения биохимические и клинического анализа крови, а также индексом массы тела. Более подробно раскрывает тяжесть нутритивной недостаточности, особенно у пациентов онкологического профиля. Вот представлена здесь формула, которая достаточно легко рассчитывается, для чего нужно знать сывориточный альбумин – реальную и идеальную массу пациента. Это очень важно, почему? Потому что, обратите внимание, работа 2015 года показывает о том, что при очень высокой степени нутритивной недостаточности, обратите внимание у онкологических пациентов продолжительность жизни, насколько она низкая в сравнении с теми пациентами, у которых нутритивная недостаточность в меньшей степени присутствует. Кроме того, мы с вами хорошо знаем, что при голодании, при отказе от обычного энтериального питания, развивается микробная транслокация, которая способствует в послеоперационном периоде серьезным осложнениям со стороны как желудочно-кишечного тракта, как сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Клинические эффекты правильно организованного энтериального питания – это снижение степени катаболической реакции. Здесь хорошо видно на слайде, что уменьшается количество наскамиальных пневмоний, раневых инфекций, сроков пребывания пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии. На опыте нашего отделения нутритивная поддержка осуществляется на пяти этапах. Первое – это оценка нутритивного статуса, риска. Мы пытаемся это сделать заранее, как это я сейчас вам постараюсь рассказать. Организация питания перед операцией, питания в день операции, в раннем-послеоперационном периоде и питания после операции. Два года назад нам удалось организовать на базе поликлиники, которая есть при научно-исследовательском институте имени Петрова, консультативный прием анестезиолога. На сегодняшний день прием анестезиолога осуществляется два дня. За прошлый год нас посетило 972 пациента. Большая это или маленькая цифра – это, уважаемые коллеги, судить вам. Но на этом этапе мы пытаемся организовать осмотр пациента, углубленный, особенно у пациентов с сопутствующей патологией. Пытаемся коррегировать нарушения, которые есть. Если это необходима, это консультация смежных специалистов, терапевта – это 100%, кардиохирурга, пульмонолога, эндокринолога, и попытка осуществляется коррекцией анемии и нутритивного статуса. Я не могу сказать, что мы имеем большие успехи, но мы в начале этого пути, и мне кажется, это очень правильно. Кроме того, вы видите на слайде, существуют специальные такие вот брошюры, с которыми пациентов можно ознакомить. Это брошюры Федерации анестезиологов и анестезиологов, где доступным языком объясняется суть работы врача-анестезиолога и с чем столкнется пациент во время работы с врачом-анестезиологом. На этом же этапе мы организуем коррекцию статуса пищевого, имеем в виду прием сиппинга, специальные пероральные смеси для дополнительного питания, которые характеризуются высокой калорийностью. Нужно сказать, что прием стандартных доз препаратов для сиппинга, они разного вкуса, банан, апельсин, ваниль, на выбор. Две-три дозы – это 600-800, можно увеличить до 1000 ккал в сутки. Это значительная прибавка непосредственно для пациентов, которые особенно истощены и имеют выраженные трофологические нарушения. Дооперационная стратегия врача-анестезиолога. Обычно дооперационное голодание традиционно рекомендуется до сих пор во многих положениях, различных сборников. Но нужно сказать, и анестезиологи очень хорошо знают, что дооперационное голодание снижает резерв гликогена и вызывает послеоперационную устойчивость к инсулину, формируется так называемая инсулинорезистентность. Кроме того, удлинение периода голодания, обратите внимание, со сниженным PH, увеличивает наоборот риск аспирации. А аспирация, если мы разрешаем пациенту пить, и даже в этот момент, если происходит аспирация, то PH уже не столь значимо влияет на развитие аспирационного синдрома. Пациент в течение ночи может пить до 400 мл прозрачной жидкости. И мы вернемся с точки зрения, я постараюсь говорить с точки зрения доказательной медицины чуть позже. А сейчас обратите внимание, пожалуйста, на степень доказательности. Она достаточно высокая, особенно первые два пункта. Пациентам следует разрешить прием жидкости не позднее, чем за 2 часа твердой пищи за 6 часов до индукции в наркоз. Перед плановыми операциями необходимо назначить напиток, содержащий углеводы. Боясь того, что резко увеличивается за 2 часа, хочу добавить, уважаемые коллеги, при нормальной эвакуации содержимого из желудка в 12-перстную кишку несколько преувеличены. Вот здесь интересное исследование. В начале 2001 года видно, что прием за 2 часа углеводного напитка не приводил к значимому достоверному увеличению содержимого в желудке в сравнении с группой плацебо. Высокая достоверность, обратите внимание, до операции необходимо оценить элементарный статус пациента при наличии недостаточности питания, назначить нутритивную поддержку в виде перорального дополнительного питания. Голодание в переоперационном периоде должно быть сведенено к минимуму. После операции и выхода из постноаркозной депрессии может быть возобновлен обычный прием пищи. Анестезиологи, я вижу, с большим удовольствием приветствую тех врачей и анестезиологов, которые находятся в зале. Наверное, не этично сказал анестезиологов, конечно, всех коллег, которые присутствуют. Но вот анестезиологи, они прекрасно знают, насколько опасно, когда пациенты идут во второй-третий тур после подготовки специального кишечника, когда пациенты не пьют более 12 часов, насколько опасен водный наркоз и с какими негативными гемодинамическими реакциями мы сталкиваемся. Настолько выраженная дегидратация у пациента. Поэтому определенный интерес вызывает работа 2016 года, которая указывает на то, что прием пищи и прием жидкости может осуществляться незадолго до операции. Жидкость до 2 часов, твердая пища до 6 часов. Но здесь четко очень подчеркивается вот это вот красненьким цветом. Обратите внимание, пациенты с нарушенной эвакуацией из верхних отделов желудочно-кишечного тракта требуют особого внимания. К сожалению, категория пациентов онкологического профиля, она как раз относится тоже к этому пункту. Поэтому мы в практике своей относимся так вот индивидуально. Но ночью пациентам перед операцией разрешаем обязательно пить подслащенную воду или если приобрели пациенты специальные вот такие энергетические напитки, использовать энергетические напитки. Использование, все, что об этом, что я сейчас говорил, имеет огромную, обратите внимание, степень достоверности. Выше не может быть. Интероперационная тактика врача-анестезиолога – это адекватная инфузионная терапия, принятие мер для обеспечения раннего интервального питания и профилактика послеоперационного пореза. Высокая степень достоверности имеет положение у больных с лапаротомным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию. Обратите внимание большое количество различных рандомизированных исследований, проведенных по исследованию длительной эпидуральной анальгезии местными анестетиками в сравнении с пациентами, которые получают системное введение опиоидов в группе пациентов абдоминальной, таракальной хирургии и при операциях на ортопедитического профиля. Уменьшается респираторное осложнение, кардиальное осложнение, тромбоэмболические осложнения в группе пациентов, с которым проводилась длительная эпидуральная анестезия местными анестетиками, апорез желудочно-кишечного тракта, который имеет очень важное значение для назначения показаний к энтеральному питанию, он разрешается практически в два раза быстрее в сравнении с группой пациентов, которые получали только системное введение опиоидов. В своей практике мы пользуемся следующим положением. Парентеральное питание как дополнение к энтеральной нутритивной поддержке осуществляется в следующих случаях, когда энтеральное питание недостаточно для должного энергосбережения. Валерий Матвеевич говорил о 60%, если более, менее 60% получает непосредственно энергетических потребностей. Мы увеличиваем, как раз, нагрузку питательными средами. Нарушение моторики пищеварительной трубки, гипоальбуминемия, низкие тонкокишечные свищи. Парентеральное питание как единственный вариант нутритивной поддержки – это непереносимость энтерального питания, отсутствие значительного участка тонкой кишки, высокие тонкокишечные свищи с большими потерями до литра в сутки. Если мы говорим о парентеральном питании, то тут вопросов, как правило, не бывает между специалистами и анестезиологами, хирургами. Это на сегодняшний день очень удобные системы 2 к 1 или 3 к 1, где достаточно сбалансированы содержания и аминокислот, жировой кислот и углеводов с специальными добавками ингредиентами. В последние годы очень широко развивается такое направление в медицине, как непосредственно программа ускоренного восстановления. На Западе она получила программу FastTrack или EROS. По данной программе 2015 года после операции на желудке прием жидкости и пищи может быть возобновлен в течение первых суток. Но для нас это достаточно, в общем-то, удивительно в отношении особенно пищи. Давайте сейчас попробуем посмотреть, как, в общем-то, подходят хирурги к разрешению этому вопросу, потому что, в принципе, здесь больше непосредственно, наверное, позиция лечащего врача, это хирург, и здесь очень важный такой контакт именно анестезиолога-хирурга. Но прежде посмотрим на несколько других слайдов тоже, которые отражают литературные данные последних лет. Назначение иммунного питания в послеоперационном периоде ассоциируется с уменьшением риска инфекционных осложнений и сокращением длительности госпитализации, что имеет высокую очень достоверность согласно исследованиям, которые проходили в рамках проведения исследований программы ЭРОС. Раннее энтеральное питание способствует уменьшению катаболизма, снижению проницаемости кишечника, уменьшению осложнений и, обратите внимание, то, что вот у нас камень преткновения, часто с нашими коллегами-хирургами, не возрастает количество случаев несостоятельности швов анастомоза. Энтеральное питание осуществляется за счет зондов. ПВХ зонды находится всего несколько суток. Мы стараемся не более 5-7 дней из-за опасности пролежней. Полиуретановые и силиконовые зонды 6-8 недель. А если изначально предполагается длительность энтерального питания более 5-ти недель, ставится вопрос для наложения гастро- или энтеростомы и питания через стомы. Нутритивная поддержка у хирургических пациентов. Валерий Михайлович говорил уже об этом. Мы должны сказать, что полностью здесь согласны. Программа ЭСПЕН тоже приводит те же самые данные, которые мы только что сейчас услышали. Я хотел бы поделиться не совсем нашим опытом, а наших московских коллег. Очень приятно, что к нам приехали сегодня на конференцию коллеги из Москвы. Это данные, которые мы пользовались разрешением наших коллег из Московского научно-исследовательского института онкологии имени Герцена. И пытаемся это привносить в нашу практику. Обратите внимание, сначала идёт протокол нутритивной поддержки больного раком пищевода. Прекомбинирован лечение. Поликлинический этап, о котором я сейчас только что говорил, в основном это речь идёт о сиппинге. Предоперационная химиотерапия в данной ситуации тоже, в общем-то, речь идёт о сиппинге, но в тех случаях, когда выраженная идёт трофологическая недостаточность и нарушение происходит пассажа по желудочно-кишечному тракту, здесь очень важно взаимоотношение анестезиолог, химиотерапевт и хирург. Необходимо ставить вопросы о предварительном эндоскопическом стентировании пищевода или гастростомии, что может позволить осуществлять энтеральное питание. Желательно сделать перерыв перед хирургическим лечением. Мы обычно всё-таки с учётом наших, так скажем, те проблемы, которые хорошо известны для получения квот, всё-таки в 21 день мы не вписываемся. На этом этапе также осуществляется питание пациентов в большей степени за счёт сиппинга. Также и до операции, но здесь мы уже пытаемся организовать непосредственно и поддержку за счёт парантерального питания. Во время операции тактика, если мы видим, что по ходу операции будет необходимо длительное парантеральное и энтеральное питание, то ставится вопрос либо о заведении зондов, это осуществляется сейчас в последнее время эндоскопически, и преимущество состоит в том, что мы знаем, что дистальный конец зонда находится за анастомозом на определённом расстоянии, установка гастро- и юностомы. После операционного периода, первые сутки зондовое питание в объёме 400 мл питательной смеси, хочу обратить внимание на то, что смесь должна быть гипокалорийной, плюс парантеральное питание до общей калорийности 1800-2000 ккал. На вторые сутки введение уже питательных смесей нормокалорийных, с добавлением и в большей дозировке, и с добавлением парантерального питания до общей калорийности тоже 1800-2000 ккал. На третьи-четвёртые сутки уже используются гиперкалорийные смеси, плюс введение препаратов кристалловидов. На пятые сутки осмотр анастомоза, и если всё благополучно, то мы на следующий день переходим к пероральному питанию в полном объёме, плюс сиппинг согласно энергетическим потребностям. Такая же тактика осуществляется и при гастроэктомии. Эта презентация будет в доступе, вы можете посмотреть, поэтому разрешите, я не буду сейчас этот слайд более подробно комментировать, потому что основные принципы такие же, как и при резекции пищевода. Очень важный момент, когда мы осуществляем питание и инфузионную терапию, нужно помнить о том, что мы боимся в первую очередь гиперволемии, потому что гиперволемия – это отёк ткани, отёк стенки кишки, и в конце концов это отёк самой клетки, то, что грозит серьёзными осложнениями. Поэтому очень важно, сейчас на сегодняшний день рассматривается основная теория, это рестриктивная теория инфузионной терапии. Чтобы её добиться, можно за счёт вариации, обратите внимание, за счёт вариации различных растворов, содержащих в различном объёме различный колораж, и сочетать парентеральное питание с энтеральным питанием для получения необходимого количества энергии для пациента. Если нам необходимо уменьшить объём, мы можем использовать более, если было предыдущее у нас с вами, изокалорийные смеси, для использования, в частности, энтерального питания, то здесь мы используем гиперкалорийные смеси, но анестезиологи особенно хорошо знают, что, к сожалению, недостаток гиперкалорийных смесей состоит в том, что они дают гипергликемию. На сегодняшний день доказано, с точки зрения доказательной медицины, что гипергликемия более 8,5, а особенно более 10 ммл, значительно ухудшается прогноз и увеличивает осложнение в послеоперационном периоде. Поэтому в данной ситуации мы используем такой препарат, как нутризон адвицет, который имеет такое свойство за счёт химической структуры, не способствуя резкому увеличению глюкозы, что, в общем-то, удобно нам непосредственно в практике. Но и в данной ситуации мы видим, каким образом можно уменьшить объём инфузионной терапии за счёт увеличения препаратов малого объёма, но большой энергии. О сопутствующей терапии Валерий Матвеевич очень хорошо сказал. Я единственное, что остановлюсь только на таком моменте, как это анальгезия. Анальгезия в послеоперационном периоде использования либо продлённой эпидуральной анальгезии в течение минимума трое суток. У нас очень широко используется для этого цели помпа, когда пациентов переводим на вторые сутки уже на отделение, и анальгезия за счёт эпидуральной блокады. Либо подход, мультимодальный подход, максимальный отказ от препаратов наркотического ряда, и, конечно, пытаться нужно ещё от НПВС отойти. Ну и, конечно, очень важно это лечение профилактика, тошноты и рвоты за счёт препаратов группы андоситрона. И, заканчивая свой доклад, я хотел бы остановиться вот на этой таблице, в которую мы свели те наши положения, которые только что я сейчас изложил в своём докладе по подходу к нутритивной поддержке в переоперационном периоде. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Анатольевич. Ну вот вопросы, наверное, уже готовы, да, Валерий Матвеевич? Есть ли кто-то в зале? Ну, пожалуйста, поактивнее. Доклад интересный. На дискуссию, наверное. Да. У нас будет ещё дискуссия, если не созрели, будет дискуссия. Вопрос, пожалуйста, позволите, да? Какой углеводный напиток у вас используется накануне операции? Здесь большое количество, в общем-то, известно углеводных напитков, но традиционно нутридринк мы его используем, но не накануне операции, а за... вот когда организуем сиппинг. А за два часа до операции. А за два часа у нас сейчас не получается пока такого. Ну, я вот как раз сказал, что мы используем подслащённую воду обычно. Глюкоза. Это надо глюкозу или... Да, пациент ставит рядом с кроватью непосредственно, вот мы разрешаем до 400 мл, но единственное, не за два часа, как вот в рекомендациях идут, а останавливаемся, чтобы последний глоток он сделал за 4 часа. А потом у анестезиолога, который, когда идёт первый тур, он подходит к пациенту следующему, и это клинические ординаторы обычные, и они предупреждают второго пациента, который идёт следующий, когда он должен прекратить приём. Мы осложнений пока не видели. Единственное, что за два часа мы не рискуем, потому что есть группа пациентов, особенно прошедших химиотерапию, у которых постоянно синдром тошноты и рвоты, и мы видели случаи, когда не на жидкость, а вообще просто на голодный желудок, на пустой желудок, так называемый, у нас было один случай аспирации, поэтому мы так всё-таки сделали 4 часа. Ещё скажите, пожалуйста, вот как часто вам приходится назначать предоперационную, так скажем, нутритивную терапию больных, вот с учётом амбулаторного вашего приёма, процент приблизительно сколько таких? Ну, я думаю, что, наверное, процента можно было бы сделать и больше. Вся проблема, уважаемый Валерий Матвеевич, уважаемые коллеги, состоит в том, что мы пока не отработали той системы, что к нам пациент приходит за, скажем так, 2 недели. Он приходит иногда за 2-3 дня до планируемой операции. Пациент, когда ложится в клинику, он через сутки, двое уже, иногда буквально вот в этот же день, он уже обследован полностью, он идёт на операцию. Если говорить о том, что те пациенты, которых мы откладываем по сопутствующей патологии, когда необходима подготовка, скажем, к кардиологам, вот здесь мы активно, в общем-то, работаем в отношении того, что предлагаем пациенту приём сиппинга. Но таких пациентов, наверное, откровенно говоря, немного, процентов 10-15. Ну, а если вот так вот говорить о том, кому бы надо проводить непосредственно питание, это гораздо больше. Это процентов, наверняка, 50. Это точно, это минимум. Но мы связаны, к сожалению, тем, что квоты, которые выдаются, вот она есть, её нет. Это проблема, которую можно обсудить здесь для дискуссии. И вот, уважаемые коллеги, может быть, какое-то предложение своё сделали, сделали бы, как нам вот улучшить вот этот подход. Но мы в начале пути, я думаю, что уже то, что начинается подготовка анемичных пациентов на догоспитальном этапе, то, что к нам пациент, вот сегодня 12 человек было сегодня на приёме, буквально вот это с 9 до часа было. 12 человек пришло к нам на приём. Это уже хорошо. Есть несколько случаев, уважаемые коллеги, тогда, когда пациенты приходят к нам, и мы видим серьёзные патологии у пациента, они сначала, сердечная, кардиальная патология, они проходят сначала лечение в кардиологической клинике, вплоть до выполнения, вот два случая было, выполнение различных хирургических операций вмешательств, потом возвращались к нам. Вот, поэтому, Валерий Матвич, я, наверное, так длинно отвечаю, я думаю, мы постепенно придём не только к пониманию, а к тому, что мы к организации этого процесса на уровне ещё поликлиники, на уровне поликлиники. Спасибо, спасибо.